это программа открытый диалог с вами николай пивненко сейчас находимся мы с вами по-прежнему на сложном этапе нашей жизни причем в этом сложном это на этом сложном этапе оказались с вами мы все но каждый по-своему но рано или поздно мы безусловно с вами будем выходить из этой ситуации вот о том как правильно выйти из нее что мы потеряем а что возможно приобретем об этом мы сегодня поговорим с аллой шляпиной антикризисным социальным менеджером здравствуйте здравствуйте вот тут мне кажется важно даже не то что антикризисное потому что кризису мы уже привыкли так или иначе мы живем как-то человек такое существо ко всему привыкает а вот тут мне важно второе слово социальной потому что появилось такое новое словосочетание для нашей жизни это социальная дистанция которая боюсь будет теперь с нами долго и прежде чем познакомиться например парню с девушкой чтобы себе не говорить данном случае до чтобы пообнять поцеловать час это вообще опасно по параду по разным причинам но тем не менее как раньше это происходило довольно сложно то есть социальная дистанция наверное будет не скоро преодолена но все таки если говорить более важных вещах социальный как на сегодняшний день вот все что происходит с людьми мы как с вами говорили уже о том что происходит внутри квартиры когда человек находится и так далее как вот пережить эту изоляцию а как мы будем из нее выходить речь идет о том что люди например первое потеряет работу или потеряет часть зарплаты вот а социальные статусе каждого гражданина который будет выходить из режима самоизоляции или вот режима такого связанного с коронавирусом ну тут к сожалению есть как положительные моменты так и отрицать начнем с отрицательных давайте начнем с отрицательных чтобы завершить на позитиве на позитиве что плохо плохо то что у нас у всех за время самоизоляции выработались определенные новые привычки те кто занимается психологии психотерапии знают что для выработки постоянной привычки требуется примерно 21 день а поэтому и лечит 21 день больница может быть и в любой тренер допустим по питанию по здоровому образу жизни вам говорит что три недели вы должны ежедневно делать вот вот свой распорядок дня вот так вот так вот так тогда организм привыкает к этому распорядку входит в этот ритм в этот режим и уже появляется привычка так жить вот эта привычка формируется на протяжении трех недель мы эти три недели с вами благополучно даже больше уже прожили поэтому привычка к самоизоляции к тому новому способу жизни жизни и существованию в пространстве мы уже с вами приобрели и теперь нас ждет очередной стресс по изменению этой привычки сначала мы там неделю 10 дней приобретали эту привычку для нас было потом понравилось и мы так нашли очень много работа на диване это позитива в этом состоянии а теперь нас ждет еще один стресс когда мы опять должны переломить себя и вернуться в привычное уже состояние и вот тут первый вопрос вот ему надо теперь пересилить себя и мы теперь опять придется вставать не в 10 утра об 7 утра для того чтобы ехать на работу это первое до поменять свой график второе это ему нужно попытаться убедить себя сесть метро его уже все сказали ну предположим когда же такое будет скажет что все в метро можно ездить ему нужно приехать на работу а там же пересилить опять же себя привыкшего к социальной дистанции что те люди которые находятся рядом что все нормально можно работать вот как этим людям приехать на свое привычное место у которых вроде бы с точки зрения зарплаты работы все хорошо но физиологически физически сложно ну во первых или это быстро произойдет во первых хорошему мы привыкаем и принимаем хорошие всегда быстрее чем плохое то что память мышц что называется до которая у нас вырабатывалась годами за месяц самоизоляции не так быстро забывается и когда вы радостные и счастливые выпорхните все из дома вариант номер один на работу которая у вас сохранилась зарплата у вас практически не упала таких я не знаю но вероятно такие есть люди зарплата вас не упала и вы мчитесь на любимую работу в любимый офис в норму своим друзьям и наконец-таки можете попить чайку не в одиночестве или в кругу семьи а своими друзьями и обсудить все эти нюансы которые вы не могли обсудить до этого это конечно радостное событие и она не приведет к какому-то отрицательным эмоциям к мужичок то будет все равно на речек страху мы выйдем из самоизоляции с несколькими страхами с несколькими и боязнь дистанцирования это не самое страшное поверьте мне с чем нам придется столкнулся самая страшная самая страшная будет у тех кто потерял и работу вот давайте да и не зарплату первый вариант мы рассмотрели объявляя вариант номер два когда человек вариант самый позитивный самый легкий это в любом случае у всех у нас на уже на психологическом на глубинном психологическом уровне сохранится страх повторения внезапной такой ситуации как только что-то похоже будет происходить на любом этапе нашей жизни не только на общего государства да и включится вот этот страх который вспомнит вот те негативные эмоции сопровождающие нас период нашего коронавируса страшно зала быть это даже и неплохо потому что мы это пережили мы знаем что мы можем войти в этот форму не хотим но можем найти но это мы рассмотрели варианте такой может быть немножко сказочный сейчас представим но слишком лайтовый да но тем не менее но кто знает да второй вариант который наверное будет распространенным я еще даже не иду на самые самые опасные обсудим чуть чуть позже второй вариант это когда человек сохранил работу но наверное не стой зарплаты но тем не менее работает деньги платятся но ему говорят ты теперь в офисе работать не будешь но офисы все сократили будешь теперь работать из дома то есть всю жизнь такой вариант сейчас уже многие скажем банковские особенно популярна эта тема обсуждения у всевозможных работников ну которые любят всякий ноу-хау который понимает зачем я буду платить аренду когда у меня этот сотрудник вполне может работать из дома на удаленке зарплату но уже не так как сейчас да не рабочие дни а рабочие дни но на удаленке вот как человеку здесь перестроиться или искать новую работу надо ну я боюсь что новую работу он ближайшие там полгода не найдет точно ему нужно всеми возможными способами сохраниться на том рабочем месте на котором ему удалось сохранить а вот так да не вздумайте менять работу сейчас если она у вас есть вот сейчас не самый лучший не самое лучшее время менять работу но если так получилось что вас не устраивает удаленная работа то вам нужно найти просто плюсы в этом новом состоянии и эти плюсы мне кажется очень простые это то что вы можете работать удаленно но вы можете выходить из дома в любом литре и дома ездить к друзьям отмечать про вас не никто не ограничивает в передвижениях и в общении с близкими с друзьями вообще с кем бы то ни было вы можете сходить в кино вечером и посидели дома вы пошли вечером в кино вы посидели дома вы пошли вечером фитнес или просто в парк погулять без собаки или покормить уточек в озере возможно просто надо родить из туда если есть такая возможность это я уже тоже становлюсь от вас передается мне антикризисный менеджер возможно что если позволяют условия то есть оборудовать как-то по-другому свое рабочее место да потому что вот сейчас наше рабочее место но же все это наш дом очень трудно его назвать офисом я могу сказать что в принципе перестановка мебели в квартире это один из самых лайтовых терапевтических способов абсолютно сами если вам надоело если вы хотите что-то изменить в жизни самое простое измените расстановку мебель в квартире у вас одна это на это идет ваши два выходных например да вы будете это делать с энтузиазмом у вас включится творческая какая-то искра откачать и будете думать как же мне улучшить пространство как же мне вот так изменить логистику своих передвижений по квартире и когда вы переставите мебель может быть быть может купите какую-то новую подушечку изменение интерьера в другой цвет в другой формат заменить плед с красного на зеленый например или подушечку квадратную на подушечку круглую на любви кстати это помогает хороший вариант чтобы тоже выйти из вот этого вот все таки квартира будет напоминать вот так как она выглядит сейчас будет напоминать о том времени второй третий вариант самый вот теперь мы обсудили такие второй кстати более реальные уже а вот третий супер реальный потому что об этом все говорят хотя мне тоже кажется возможно это слишком преувеличено но тем не менее что что люди потеряют работу и им просто некуда будет идти они до будут не то что вот в квартире сидеть они в кино то не смогут сходить просто так могут по улице уходить я вот тут уж не хочу говорить о каком-то всплеске бандитизма но многие говорят о том что некоторые задумаются над тем что как им добывать себе на существование день вот что делать тут ну здесь простые терапевтические психологические вещи конечно не помогут но я здесь могу обратиться к опыту китая у которого слово кризис состоит из двух иероглифов опасность и возможность они сейчас это переводят так опасность не воспользоваться возможностью который предоставляет кризис я в принципе кризисы очень люблю я их пережила немало своей жизни и каждый из них давал мне новый шанс новую возможность я изменяла свою жизнь я переби переезжал из одного сибирского города в москву я меняла профессию я меняла какие-то свои мировоззрения вот я сталкивалась со смертью близких внезапной к сожалению для меня кризисы такое уже привычное явление и каждый раз я выходила обновленно из этого кризиса новая точка отсчета конечно это ваша новая синусоида которая вас может поднять наверх если вы понимаете что вам не хочется возвращаться на работу но нужно потому что просто нет других способов для существования вы можете в этот период задуматься о том а чем бы я хотела заниматься на самом деле на самом деле что для меня важно потому что на мой взгляд вот этот кризис он нам позволил стереть всю шелуху ненужную которая нас окружала и в которой мы были погружены ежедневно у нас были какие-то непонятные ценности которые сейчас остались совершенно за бортом они для нас оказались совершенно неважными мы дорожили тем что на самом деле для нас не составляет никакой ценности и мы в этот кризис поняли когда идет речь о выживании о каких-то глобальных изменениях настоящих опасностях для самовыживания мы понимаем что что для нас по-настоящему важно и ценно а без чего мы можем обойтись и более того что нам вообще мешает и отодвигает нас назад и поэтому в этом случае я призываю всех критически посмотреть на себя в зеркало чем мы говорили в прошлой передаче и самим себе сказать честно ответить та жизнь которую я вела до кризиса она моя она мне нравится она удовлетворяет мои потребности и цели и ценности или я сейчас могу начать что-то начать что-то новое сделать что какой-то шаг на который я не решался или не решалась в предыдущую жизнь а очень хотелось но было страшно вот сейчас тот момент когда не нужно бояться ну а мы сейчас наступил у нас тот момент когда мы сделаем небольшую паузу после чего поговорим глобально о том как вот люди будут теперь общаться и рассмотрим еще некоторые социальные вопросы пост коронавирусной нашей жизни напомним вам что эта программа открытый диалог сегодня у нас гостях алла шеляпина антикризисный социальный менеджер мы продолжаем наш разговор большая часть его посвящена тому что нас ждет дальше социальной точки зрения но вот во вторую часть давайте мы начнем с разговора о вот постепенном выходе то есть вот люди жили и некоторые продолжают жить кстати будут продолжать жить даже когда уже будут сниматься все ограничения все равно в страхе что не выходить не общаться них не ходить в рестораны не ходить в кино и это будет очень плохо на них влиять физиологически то есть это уже какой-то медицинский вопрос вот как существовать в изоляции и правильно из нее выходить вот уже выходить живым нормальным человеком на улицу социальном тоже смысле живым нормальным мы выйдем все дай бог все каждый из нас выйдет живым нормальным но здесь есть опасность периодически возвращаться в такое упадническое настроение в апатию и в такой в легкий стресс когда вот эта опасность приближе и приближающегося человека когда мы привыкли к дистанции до опасность войти в метро когда ты должен быть сжат толпой вокруг тебя вдруг кто-то еще не вы бессимптомно болеет это же тоже мы допускаем вполне себе вот и здесь просто уже с медицинской даже точки зрения у вас будут вот эти откаты назад откаты назад настроение в чувствах эмоциях и есть очень простой терапевтический способ как здесь и сейчас вот этот откат преодолевать как значит принцип один мы должны через пять органов чувств воздействовать на наш мозг так чтобы он вошел в режим все окей как это сделать так я готов так как это сделать вы для начала должны определить для себя вы каким в основном органам чувств воспринимаете мир на слух до что для вас важно больше всего вам важна картинка то есть зрение да вы вам важно чтобы была красота вам важно чтобы был тот цвет который вам нравится вокруг или вы реагируете на запахи то есть при преимущественные способ восприятия мирования мира сканирования мира у нас работают все пять чувств ежесекундный ежеминутный даже тогда когда мы спим да вот но тем не менее один какой-то преимущественный у нас все равно есть я например по себе знаю что у меня слух я закончила музыкальную школу с отличием и я для меня очень важно слышать какие-то приятные вещи и и обоняние у меня тоже довольно сильно и для меня важны запахи если у меня падает вдруг настроение я на работе что-то там услышал да или что-то случилось такое легкая стрессовая то в этот момент я знаю что у меня есть набор вещей которые положительно влияют на мои пять чувств например плейлист в телефоне моей любимой музыки когда мне что-то сказали неприятное даже наступили на ногу или толкнули в метро или где-то в транспорте я понимаю что у меня как-то вот она раз упала да я включаю просто просто на своем телефоне свой любимый плейлист или свое любимое радио джаз или радио романтика меня например да в в избранных стоит и достаточно 50 минут послушать для меня так как для слухача хорошую приятную музыку как у меня на странице 5 отпустила да и я думаю то бог с тобой да что называется кому-то надо запах кому-то нужны запах и да это может быть какой-то тот запах который вам ближе всего и он у вас под рукой и либо духи либо арома палочки либо мыло который вам нравится либо там любой запах абсолютно кому-то важен цвет да и этот цвет он должен быть у вас перед глазами либо эта мышка компьютерная либо эта часть одежды либо это чехол для телефона вашего любимого цвета или это заставка на телефоне или просто картины например у меня есть на компьютере и в телефоне набор картин моих любимых я очень люблю живопись и у меня есть набор картин которые меня просто вдохновляют и если вдруг я вижу что этом взгрустнулась меня внезапно я просто начинаю листать свои любимые картины и и таким образом 10 минут у меня достаточно для того чтобы войти опять очень хорошее настроение я советую всем сделать такой набор для каждого из своих пяти чувств для слуха зрения обоняния вкуса и так далее и иметь под рукой вот этот набор хорошо еще таких два глобальных вопроса которые хотела рассмотреть нашу сегодняшний программе первый скажем так индивидуальный а второй общечеловеческий начнем с индивидуального вот все-таки возвращаемся к человеку который имел хорошую работу хорошую зарплату у него ипотека дети жена ну в общем полный комплект и вот он остался без работы человек сильный чек который и алкоголик которые да но он впервые в своей жизни сталкивается ситуация когда все остановилось вот что ему сделать как как попытаться перезагрузить эту ситуацию и ведь работу он может быть искать долго будет потому что таких-то желающих будет много тут может готовиться надо или как как растягивается эта история кризис потери работы особенно для мужчин это самый тяжелый кризис в жизни потому что он перестает ощущать себя кормильцем сильным достойным того чтобы нести вот это вот ответственность за свою семью и перед собой и перед семьей перед обществом потому что все таки для мужчины в большей степени характерно доминантность ведь я сильный я могу я справлюсь и справлюсь и я лучше да вот это вот очень важно но здесь нужно немножечко свою доминантность подугасить хочу вам сказать за есть ее конфеткой или запить коньячком когда можно когда можно да не за рулем и вечером гладить этот негативный эффект и попытаться посмотреть на себя критически со стороны и понять какую работу которую я могу сделать другую что я умею другого сделать для того чтобы быть компетентным и поискать работу именно в другом сегменте и не нужно вот здесь включается как правило людей смертный грех гордыня так называемый потому что будучи топ-менеджером например руководителем какого-то отделения направления или компании и спуститься на простой на позицию менеджера очень сложно и для мужчин и для женщин неважно тут гендерный принцип совершенно тут уже не важен вот это сложно это стресс это большая депрессия как так я такой великий и вдруг я вынужден там простым и клерком где-то сесть но поверьте если вы не сможете на завтра собрать ребенка в школу и дать ему деньги на питание вы будете чувствовать себя гораздо хуже то есть человек должен понимать что в любой ситуации рано или поздно мы можем а подняться наверх и можем спуститься вниз и к этому надо готова не только во время глобальных кризиса но и еще один вопрос глобальный мне кажется он будет довольно таки серьезным тем более что со времен советского союза когда мы начали ездить за границу мы познали мир мы можем теперь изобрести в любую точку мира нам для этого да не нужны никакие даже туристические компании иногда даже проблемы турбизнеса нас вообще как бы сейчас и не волнует потому что мы пользуемся отчасти но люди будут летать ездить опять же какие-то компании сохранятся какие-то нет но общение социальная вот это вот дистанция и общение людей на мировом уровне как вы думаете что поменяется будет ли так как и было вот эти экскурсии в лувр в какой-нибудь еще музей в эфице или в эрмитаж где будет группа людей или как-то все-таки изменится общая мировая вот это вот структура общения людей ну я не склонна драматизировать эту ситуацию потому что на протяжении десяти тысяч лет последних все это человека никак не поменялось вот абсолютно мы как были и социальные животные так мы остаемся социальными животными и как животные как социальные мы быстро привыкаем к изменившимся обстоятельствам просто потому что нам нужно выжить это заложено в нас эволюцию наша задача это наша задача перенести гены в следующее поколение поэтому какое-то время может первые полгода мы будем сторониться и шарахаться друг от друга в какой-то момент одержать даже неосознанно держать вот эту социальную дистанцию в метр-полтора но уверяю вас через полгода все это забудется все это сгладится и мы опять будем обниматься с итальянцами пить вино с испанцами рукопожатся с англичанами и тогда есть глобального такого изменения не проезжаю нет но как мы с вами уже делали выводы что все-таки режим вот этого изоляционный режим мы уже научились включать и в любой сложной ситуации мы можем его включать наша психика об этом вспомнил да не только на уровне государства на уровне собственной квартиры ну и как и обещал давайте все-таки поговорим и подведем итоги сегодняшней программы мы часто течение всего этого времени пока продолжается эпидемия или она потихонечку сходит на нет говорили о плохом что будет хорошего как вы считаете многие говорят что в искусстве что-то появится технологию а в людях что появится ой вы знаете самое главное что нас появится в нас раскрыты такие бездны творчества которые проявились практически в каждом из нас во время самоизоляции посмотрите интернет да там безумное количество смешных творческих роликов о том как люди проводят время в самоизоляции это потрясающе и и сколько фильмов будет снято на эту тему еще да сколько я уверена кандидатских и докторских будет защищено на эту тему а сколько будет еще разговоров по поводу возможности проявить себя в таких стрессовых обстоятельствах а сколько мы скажем спасибо врачам которых мы последние 10 лет ну не замечали давайте честно скажем об этом об этом и о том что мы остановили я надеюсь реформирование системы здравоохранения которая готова была просто развалиться уже через пару лет если бы не случился этот кризис и не показал насколько мы были неправы реформировали в том виде в каком это было сделано я надеюсь что правительство как бы сделает надлежащие выводы по этому поводу для нас лично что это нам дано будет положительным то что я надеюсь каждый из нас переоценит свою жизнь и увидит то главное что для нас важно на самом деле мы отбросим всю шелуху мы отбросим все ненужное наносное и горделивое что нас быть может отвлекало от настоящего и останемся с тем настоящим что останется в нас навсегда и мы поймем что что это есть на самом деле перезагрузка произойдет это будет перезагрузка как для личности как для нашей психики так и для нашего социального отношения к жизни перезагрузка в плане ответственности перед другими людьми потому что вот то безответственное поведение некоторых граждан болеющих коронавирусом избегавших из больницы отправлявшихся из квартиры в магазин это конечно ну на мой взгляд полное безобразие и безответственность отношению наплевать свои отношения по отношению к другим людям и вот мне кажется вот эта ответственность перед другими в нас тоже будет воспитана вот этим стрессом вот этим коронавирусом и я надеюсь что нам это все пойдет на пользу я еще раз повторяю что кризис это период поиска новых возможностей после кризиса всегда как я говорю нашим телезрителям все равно наступает но какое-то время благоденствия не может не быть и не может не может не может другое дело что потом может опять какой-то кризис наступить но это будет потом а пока надеюсь мы вместе с алой шляпиной всеми вами вместе с антикризисным социальным менеджером продолжаем готовиться к выходу из вот этого режима в нашу новую полноценную историю и задумайтесь действительно может быть не все то что было до начала коронавируса вас устраивало в жизни и может быть от этого теперь пора избавиться ну а тем людям которые столкнутся с теми проблемами о которых мы сегодня говорили посмотрите еще раз нашу программу и возможно что-то вам поможет выйти из этой уже вашей персональной кризисной ситуации с вами был николай пивненко программа открытый диалог до свидания не болейте а